Сергей Анатольевич, присаживайтесь, пожалуйста. Как самочувствие? Отличное. Нос дышит, уши не болят. Самочувствие и настроение прекрасное, отчитывается Сергей Марков. Перед каждым спуском под воду медосмотр обязателен. При артериальном давлении выше 140 и пульсе менее 50 ударов в минуту, к погружениям водолаз не допускается. 125, 80, 72 пульс. Далее по правилам проверка снаряжения. Поломки могут возникнуть при транспортировке. В этом 14-литровом баллоне находится сжатый воздух под давлением 200 килограммов на квадратный сантиметр. Его крепят к жилету. Открываем воздух. В нашем деле нет мелочей, рассказывает водолаз с 25-летним опытом работы Сергей Анатольевич. Сначала опускают в воду само снаряжение. Если есть неполадки, их можно определить по пузырькам воздуха. На служебном катере МЧС выезжают сразу три водолаза. Один рабочий, тот, что пойдет под воду. Второй страхующий. Его помощь понадобится в случае возникновения внештатной ситуации. И третий руководитель. Именно он и помогает водолазам надеть жилеты с баллоном. К слову, все снаряжение весит около 39 килограммов. 16-14 килограмм баллон. От груза одни только 16 килограмм получается. Ну, в зависимости от условий спуска. Ну и все остальное снаряжение. Тяжело? Ну, да. Тяжело на поверхности, легко в воде. Во время таких занятий проверяется водолазное оборудование и снаряжение. Проводится и упражнение. Угружение под воду, работа в надводном положении и работа водолазного звена. Вот, например, два раза дернуть и один раз потрясти. Это водолаз. Иди налево. Это он не ответил? Что? Он получил сигнал. И выполняет его. Также водолазы отрабатывают навыки подводного ориентирования и проверяют работу средств радиосвязи. Мы работаем тогда, когда у кого-то случилась беда. То есть, и для того, чтобы очень профессионально и эффективно выполнить свою работу, мы тренируемся всю свою жизнь. Тренировки проводятся в разных условиях. Ведь специалист должен уметь работать на разных глубинах. С пресной и морской воде, а также при плохой видимости. Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд подобные учения проводят не только в Авачинской губе. Сотрудники МЧС тренируются и на других камчатских водоемах. К примеру, они обследовали уже дно таких озер, как Начикинская и Котельная. Постоянные тренировки дают возможность спасателям-водолазам оттачивать мастерство при проведении глубоговодных погружений, а также поддерживать хорошую рабочую форму и подтверждать свой профессионализм. Лиза Латыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».